Наш Ефим продолжает программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Здравствуйте, Ефим. Добрый день. Наверняка мы сегодня будем говорить о том, что происходит в Соединенных Штатах, о выборах и так далее. Но прежде всего мне хотелось бы, чтобы вы поделились информацией о том, что происходит в Европе, потому что мы внимательно следим за то, что происходит здесь и это забирает все наше внимание. А вот европейские дела тоже интересны. Расскажите нам немного об этом. Несомненно. Это логично, Сергей. Логично, что вас интересует то, что вам ближе и я бы на вашем месте, да и не на вашем, а на своем тоже, разумеется, настолько пристально слежу за происходящим в Америке, что пристальней уже невозможно. Но находясь в самом центре Европы, я не могу не сказать пару слов, разумеется, о том, какая атмосфера царит в Старом Свете, как это было принято говорить. По идее, чисто по идее, время-то предрождественское идет первая неделя Адвента. И в странах Европы, разумеется, это отмечается. По случаю приближающегося Рождества, даже отменяют постепенно какие-то карантинные запреты. Другое дело, насколько это эффективно, а насколько это маркетинговый пропагандистский ход. Так бывало и в прошлом. Приближается время покупок, рождественских подарков, и, разумеется, закрыть на это время супермаркеты, молы, было бы неразумно со стороны правительств. И так, и так, народное хозяйство всех европейских стран, не знаю, как будет расплачиваться за эти невероятные долги, сделанные в эти последние месяцы. Тем не менее, и в Европе, как и во всем мире, чувствуется некое безумие, повисшее в воздухе. Совсем буквально на днях сегодня в немецком городе. Три разнаменитый город, одна из последних римских провинций на этой территории. Произошло покушение на автомобили, где человек врезался в толпу, и вроде бы без особых на то оснований, что называется. Он был даже не нелегальным мигрантом, что обычно бывает в таких случаях. Просто, видимо, и даже, кстати, у него не было, никаких записей в криминальном его прошлом. Он был не судим. И человек вроде бы и не сумасшедший, так сказать, на первый взгляд. Тем не менее, врезался в толпу, четверо убито, 15 ранено. Это просто как штришок, который характеризует странное и, по-моему, безумное такое напряжение, повисшее в воздухе. Европское сообщество, как вы знаете, объединено в союз, Европейский союз. Такое большое политическое объединение. Это объединение в последнее время переживает не лучшие времена. Многие из вас, кто следит за событиями в Европе, знают, что последний месяц проходит и уже начат, когда Великобритания должна окончательно выработать какие-то условия отделения, полного отделения от Европейского союза. Британия вышла в порядке так называемого Брексита из Европейского союза, но отдельные детали не обговорены, не согласованы. А главная деталь, разумеется, как будет проходить сообщение между Великобританией и Ирландией на их общие границы. Ирландия граничит с северной, как вы знаете, Ирландией, которая находится на том же острове, но является составной частью Великобритании. Это пока не ясно. Существует весьма реальная возможность, что и ближайшие дни до конца недели, а столько осталось всего-то, потому что по старым законам, по старым условиям можно будет вести дела с Британией только до 1 января, вернее до 31 декабря этого года. Потом произойдет так называемый дикий выход, то есть без договоренностей, без условностей, просто как Бог на душу положит, так будут играть по слуху и Британия, и Европейский союз. Это, разумеется, этого хотят избежать, и та, и другая сторона, но, как мне кажется, они пока пытаются шантажировать друг друга. Евросоюз пытается делать вид, будто дикий выход Британии из всех условий и договоренностей союза. Ей же не пойдет на пользу, а Британия утверждает, что и это не так уж важно, она и так уже сориентировалась, она уже заключила торговые договоры с Канадой, с Австралией, с Соединенными Штатами, это, разумеется, само собой. Там в свое время президент Трамп предложил особые условия, особые договоренности. Короче, и та, и другая сторона пытается играть ва-банк. Для чего я это говорю? Просто чтобы показать, насколько сложна сейчас ситуация в Европейском Союзе. А ведь он переживает и другие проблемы не менее острые. Например, в этом году должен был Европейский Союз принять бюджет на следующий период. Назовите это пятилеткой, семилеткой, это не так важно. Бюджет должен был быть на сегодняшний день уже на столе, уже принят и согласован. Но Европейский Союз по наущению своего Европейского парламента, а парламент гораздо более радикален, чем сама Европейская комиссия, потому что парламент состоит из партий, которые нередко совсем не входят в правительство, являются оппозиционными по отношению к своим же национальным правительствам. Короче, парламент более радикален. И вот парламент заявил, что не может быть бюджета для таких стран, которые не соблюдают положение правового государства. Причем, что такое правовое государство, этого вам ни одна книжка не скажет, потому что понятие права достаточно расплывчато. Европейский Союз, большая его часть, трактует это по-своему. И пришел к выводу, что такие государства, как Венгрия и Польша, недостойны считаться правовыми государствами по ряду причин. В Венгрии, в частности, из-за того, что сильно подавлена или под наживом находится национальная печать, а в Польше, потому что правовая система, система судейская, которая там сохраняется еще с коммунистических времен, новое правительство Польши, вернее нынешнее правительство Польши, пытается эту систему изменить, демократизировать, что отнюдь, как говорится, не по вкусу и не по душе, многим либеральным деятелям Европейского Союза. Поэтому, из-за попытки перестроить систему судейскую в Польше, а старая система коммунистическая предполагала, что судья может бесконечно долго находиться на своем месте, сместить его почти невозможно, заменить его невозможно. И в результате коммунистическая еще система судейского корпуса, она препятствовала многим демократическим начинаниям правительства. Поэтому правительство пыталось как-то урезать, что вызвало недовольство Европарламента, а вместе с ним Европейского Союза. Эти два государства заявили, что они не примут нового бюджета, если там будут подобного рода ограничения. Это не просто моральная, моральная какой-то отповедь этим двум государствам. Это не просто уговоры, это не просто попытка увещевать их и вернуть их к моральному кодексу строителя развитого капитализма. Нет. Речь идет о том, что по условиям этого бюджета, который должен был быть принят, эти государства будут сильно ущемлены в своих экономических и финансовых правах. Бюджет, который рассчитывает на значительную помощь, материальную помощь государствам, он предполагал, что Польше и Венгрии эта помощь не достанется, пока они не выполнят всех условий правового государства, как они сформулированы Брюсселем на сегодняшний день. То есть, повторюсь, и Польша и Венгрии пришлось бы расплачиваться за свою самостоятельность, независимость, вообще за другое видение своего будущего. Брюссель крепко соединил свои условия государственного существования с финансовой помощью. А ведь ни Польша, ни Венгрия не были, скажем, лишены ответственности или необходимости выплачивать свои суммы, которые они переводят в счет Брюсселя. Каждое государство Европы, включая и Восточную Европу, разумеется, переводят свои какие-то суммы, свои обязательства, выполняют свои финансовые обязательства. Финансовые обязательства они-то выполняют, а вот им будет помощь в зависимости от того, насколько они подчиняются общим представлениями, я не говорю, законом. Закон это такого рода законы не приняты, общие. Но есть правила и представления. Так вот, сейчас из-за сопротивления Польши и Венгрии, которые угрожают наложить вето на бюджет, на следующую пятилетку, это немало. А бюджет выделен колоссальный, именно из-за того, что все государства потерпели серьезнейший ущерб от пандемии коронавирусной. И вот Брюссель вознамерился было им компенсировать ущерб, хотя бы до какой-то степени. И вот Польша и Венгрии компенсировать этот ущерб не собираются, пока они не подчинятся правилам. Это другой пример тяжелейшей проблемы, с которой сейчас сталкивается Евросоюз. Не говоря уже о том, что во всех государствах постепенно готовятся к выборам следующего года. Выборы эти во многих странах, скажем, и в Германии, будут парламентскими. И там, конечно, активизируются различные фракции партий, которые принято называть популистскими. Буквально на днях прошел съезд альтернативой для Германии. В Германии и во всех других странах тоже это проводится. Особенно итальянцы стоят перед серьезнейшей проблемой, потому что у них правительственное, коалиционное большинство держится, что называется, по-русски на соплях. Оно может в любой момент развалиться, и тогда снова окажется у руля партия Лига, бывшая Лига Севера, сейчас она называется просто Лига, Матео Санкини. И это Сальвини, простите, и это может привести снова к правому повороту в Италии. Вот в общих чертах проблематика Европейского Союза и европейских стран. Но, и здесь я возвращаюсь к нашему исходному вопросу, разумеется, с необыкновенным вниманием следят средства массовой информации Европы за происходящим в Соединенных Штатах. Сергей? Да, у меня такой вопрос, как бы, я понимаю, что у вас нет на него конкретного ответа, но какое-то ощущение может быть есть. Вообще, вот эта структура Европейский Союз, на ваш взгляд, она жизнеспособна, она продлится до бесконечности, или с приходом, скажем, я допускаю, с приходом к власти в некоторых странах правых политиков Европейский Союз все-таки развалится, поскольку, на мой взгляд, это не очень жизнеспособная такая структура. Знаете, вообще, понятие продлиться до бесконечности вызывает разве что улыбку, до бесконечности не длится ни что, ни одна империя в мире, даже объединенная какой-то военной силой, или высокой идеей. Как правило, долго живут империи, которых объединяет какая-то идея, высокая идея. Это может быть идея типа римского религиозного уклада, по сравнению с дикарями, анималистами, это была более высокая религия, или это может быть идея типа бремя белого человека и прочее, но всегда или коммунистическая идея, но всегда империи держались на идеях. Дело в том, что Европейский Союз держался на идее европейского существования европейского народа, некой европейской идентичности. Это крайне спорный и сомнительный тезис, до сих пор европейский народ в своем формировании не продвинулся слишком далеко. Но дело даже не в этом. Даже самые большие скептики говорят, что в каком-то виде Европейский Союз рационален, почему бы и нет, но только в каком-то виде, ведь он же развивался, он постепенно переходил в новую, в новые и новые фазы, и каждая следующая фаза каким-то образом включала в себе так называемые конструктивные дефекты, конструктивные недостатки. На более низких фазах это не было особенно-то заметно. сообщество угля и стали могло существовать, общий рынок мог существовать вполне неплохо. И вот самые большие скептики говорят, давайте сделаем шаг назад, шаг назад, отступим, скажем, до фазы Мастрихского договора. Это была вполне рациональная еще тогда ситуация, когда конструкционные дефекты еще так сильно не обозначились и не стали вступать в противоречие с дееспособностью всего объединения. То, что вот я сейчас рассказал, что союз фактически спотыкается на каждом шагу, на каждом шагу, это следствие того, что проявляются конструкционные или конструктивные, если хотите, дефекты. Ну, таких дефектов очень много, но могу привести парочку. Не существование европейского народа, в то же время какой-то парламент, где самые разные фракции с чудовищными непонятными названиями там «Сияющего пути» или «Светлого будущего» и прочее, и прочее. А им приходится объединяться, но на самых общих принципах. Скажу просто, что, скажем, партия Фидес Орбана, венгерского нынешнего премьера, она до сих пор в составе народных партий почему-то, где другие католические партии типа, скажем, христианско-демократической, партии Германии, христианско-демократического союза или христианско-социального союза, там есть и испанские христианские партии, в то же время чудовищные такие совершенно ничему не соответствующие партии, как скажем, партия «Да», по-чешски, она здешнего премьер-министра Бабиша, она тоже не имеет никакого отношения ни к либерализму, ни к религиозному либерализму какому-то, конфессиональному либерализму, просто ей некуда было деться, потому что нету, для всех партий нет ниши, и они встраиваются в первую уже пригодную, но в результате, кроме каких-нибудь коммунистов или социалистов, если такая фракция, есть коммунистическая, есть социалистическая, есть реформистка, так вот, кроме этих самых однозначных, все остальные партии, это что называется, с миру по нитке, голому рубашка, но в результате, парламент, который не назначает членов правительства, вообще в любой стране парламент по результатам выборов назначает правительство, понимаете, а здесь он только утверждает, и иногда случается, что какой-нибудь уж совсем откровенный отморозок, проходящий там, скажем, в правительство, правительство Италии или Испании вдруг блокируется европейским парламентом, но это все несущественно, существенно то, что на самом-то деле европейская комиссия, это вроде бы правительство, она же не избрана, она назначена, она назначена из самых разных людей, правительство всех стран, а правительство-то не синхронизированы, в Италии сейчас социалисты, допустим, во Франции какие-то центристы, в Испании социалисты, в Германии христианские демократы, в Восточной Европе совсем по-разному, правые христиане, типа польского ПИС-партии, или, или как здесь, оно, партия, которая вообще не укладывается ни в какие рамки, это просто олигархическое движение, так вот, эти правительства назначают своих назначенцев, и те становятся как бы правительством Европы, хотя, любой премьер-министр может своего назначенца отозвать, то есть тут получается какая-то бессмысленная перекрестная лояльность, вроде бы Европейская комиссия правит, а сама состоит из назначенцев, а потом собирается так называемый Европейский совет, состоящий из премьеров, и тот говорит, а вот мы решаем не так, как комиссия, а по-другому, и назначает комиссии способы или пути дальнейшего разрешения проблем, понимаете, абсурдно абсурдно, но в результате, ведь о чем идет речь, любое нормальное правительство формируется по принципу хотя бы не единство, но хотя бы сродства, идейного сродства, это может быть правоориентированное, левоориентированное, только в случае войны или экономической катастрофы формируется правительство национального спасения, в Европе нет ни войны, ни какой-то экономической катастрофы, а правительство разномастное и разнородное, я имею ввиду европейскую комиссию, настолько, ну как это по политической карте Европы, она соответствует политической карте Европы, в результате, как сказано у Крылова, лебедь, рак и щука, но вы же понимаете какой эффект может быть и какая дееспособность может быть у этих трех животных, тянущих в разные стороны, вот так, это главное, я говорю, конструктивная неполадка, конструктивный дефект, поэтому скептики говорят, да вернемся мы лучше к предмастрихской ситуации, когда ставились какие-то общие экономические задачи типа общего рынка, а политическое устройство этих стран, их политическая ориентация была различной, своей, сейчас же Евросоюз пытается навязать под названием или под, я бы сказал, под таким интересным вариантом словосочетания, он называет это солидарностью, допустим, госпожа Меркель решает открыть границы и принять бесконечное количество и требует от своих соседов, чтобы они сделали то же самое на основании солидарности, хотя солидарность по моим представлениям, это нечто, что вырабатывается в результате совместных каких-то умственных усилий, приглашаются все они вырабатывают что-то и потом они солидарны, а когда Меркель решает одна, даже, кстати, не познакомив своих соратников по правительству, никому ни слова не сказав, а потом говорит, простите, но вы же не солидарны, если вы не хотите подчиняться моему указанию, то есть все это, конечно, какое-то время может иметь место, но в дальней перспективе, на мой взгляд, обречено, потому что Европа, 500 миллионов человек, которая пыталась создаваться, была создана для того, чтобы стать лидером мирового развития, оказалась на задворках, она отстает по всем, по всем показателям, и от Соединенных Штатов до сих пор отставала, может быть, сейчас усилиями нового руководства страны, она перестанет отставать, потому что они отстанут еще больше, знаете, это будет поддавки, игра в поддавки, так вот, она отстает, разумеется, и от Китая, и от Юго-Восточной Азии, Европа, она совсем не стала лидером, никто своим мнением не считается, это все, я говорю, конструктивные дефекты, вот, ну, не пора ли нам вернуться, хотя бы коротко к американским событиям. Мы вернемся, давайте мы, наверное, сделаем перерыв, чтобы, так сказать, отбить тему европейскую и американскую, а уже после перерыва, после того, как мы послушаем рекламное объявление, мы поговорим о том, что происходит в Америке, чего ожидать, перспективы, возможные последствия и так далее. Возвращаемся в программу Эфима Фиштейна «Похищение Европы», и в этом сегменте мы поговорим о том, что происходит у нас в связи с выборами, которые прошли 3 ноября. Телефон в студии 847-400-5200, если у вас будет желание позвонить, задать вопрос, поделиться своими впечатлениями, своими соображениями, милости просим. А прежде, чем мы начнем говорить, буквально минут 40 назад интервью дал генеральный прокурор Соединенных Штатов Вильям Бар и сказал, что они до сих пор не обнаружили никаких массовых нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов. Вы помните, что накануне, ну, а до этого, буквально за пару дней, по-моему, президент дал интервью в шоу Марии Бартерома, и он там задавал вопросы, а где наше, так сказать, министерство юстиции, а где ФБР, что-то я о них не слышу, не вижу, это самая главная вещь, которая произошла за последнее время, они должны были заняться, и не слышно, и не видно. Ну, в общем, вот как-то, как-то так. Если Уильям Барр не видит нарушения, дело плохо, разумеется. Я очень надеялся на то, что уж он-то увидит. Вот в чем проблема. Европейская печать с восхищением повторяет снова и снова, и, кстати, это становится даже подозрительным, они не упускают случай, чтобы сказать, Трамп опровергает результаты, не имея никаких доказательств. Вот этот довесок, говорили, довесок буквы «ща», он присутствует всегда, как какой-то шифр, как какая-то зашифрованная, имеющая отдельное содержание. В чем дело? Дело в том, что за нарушение принимается недостаток в подсчете или выдается, и вся европейская печать восхищена тем, что пересчитывают снова и снова, и получается все тот же результат. Дело ведь не в пересчете. Я вам объясню, это, как говорится, на трех пальцах. Вот вы заходите в меняльную контору, даете там сотню долларов и говорите, разменяйте, и вам дают пять бумажек по двадцать и говорят сто. Это же цифра сто. И вы говорите, цифра-то, конечно, цифра, но, извините, деньги-то фальшивые. То есть дело не в цифре. И поэтому, когда я слышу гувернера Джорджии, который говорит, я верю цифрам только, то я думаю, у вас сознательно избирают таких дебилов или это какая-то случайность. Ведь речь же идет не о пересчете единиц под этих бюллетеней. Там получится всегда более-менее. Да, подсчитали сто тысяч и получается сейчас сто тысяч. Может быть, сто тысяч один. Ведь дело же не в этой ошибке. Дело в самом характере этих бюллетеней. Если вам дают деньги фальшивые, то цифра вас не интересует. Цифра вещь весьма коварная и относительная. Можно сказать, что три больше, чем один. Но если вы не добавите ничего, вы ошибаетесь глубоко, потому что один футбольный мяч больше, чем три теннисных. Без этого уточнения никакая цифра не работает. Поэтому говорить о том, что я верю цифрам, простите, но вы тоже тогда можете получить фальшивые деньги вместо настоящих. Вы же должны определить не то, сколько бюллетеней пересчитано, а то, насколько они были подложными или реальными. Означали они умершего человека или живого, насколько общее количество их превышает общее количество жителей штата и так далее. То есть, все эти варианты нарушений вы прекрасно знаете. Поэтому меня бесит и тревожит утверждение, что нарушений типа подсчета мы не нашли. А все остальные, а ясно представленные математические модели, говорящие о том, что такого просто нет в природе, что это противоречит простым законам математики. А их говорят нет, потому что о них не пишут. Достаточно ведь замолчать, достаточно сказать, что простите, мы ничего такого никогда не писали. Получается так, что не то, что надо расследуется, а то, чего не надо простой пересчет нас никуда не может привести никаким результатом. Всегда на 10 подсчитанных бюллетеней мы получим снова 10 пересчитанных. Там речь идет о том, какие бюллетени, какая бумажка 20 долларов, фальшивая или настоящая. Вот единственное, что нас должно интересовать, то, что в Соединенных Штатах, к сожалению, это не производится вот этого расследования никак. А все сосредоточены на цифре. Понимаете? На цифре. А цифры бюллетеней снова и снова те же самые. Я думаю, это не случайно, эта тактика такая выбрана, чтобы заголовки пестрили тем, что вот необоснованная, что мисс информация и так далее. Вся пресса в это включилась, все это говорят, все это делают. С этих слов начинается любая статья, любая заметка и так далее. Кстати говоря, расследование, которое якобы проводили прокуроры по меморандуму, который отпустил бар, что вообще в практике принимается, что после утверждения выборов, только после утверждения обычно министерство юстиции проводит какие-то расследования. А тут якобы бар дал команду своим прокурорам, чтобы они провели расследование до утверждения выборов. Как выяснилось, команда Джулиани представила там показания свидетелей, сотни свидетелей, которые под присягой давали показания. Ни одного из них, ни один прокурор не выслушал, не задал вопросы. Как они расследовали? И потом, для того, чтобы расследовать, очевидно, нужно какое-то криминальное расследование провести, посравнить, я не знаю, количество бюллетеней, которые были отправлены по почте, с количеством конвертов, которые пришли, проверить, какие даты стоят, соответствуют ли подписи и так далее. Этого ничего министерство юстиции не делало. И на самом деле, честно говоря, после того, как ФБР продолжает заниматься покрывательством преступлений, совершенных в прошлом, позапрошлом и так далее ФБРовцами, ничего иного я от них не ожидал. И похоже, что министерство юстиции тоже, потому что очень громогласно заявили о том, что прокурор Дюрам будет проводить доскональное расследование, мы всех выведем на чистую воду. И ни слова, ни бип, ничего, как что проходило. То есть, если раньше там на факсе еще выступали люди, которые рассказывали о том беззаконии, которое творило, даже то, что написано в докладе генерального инспектора министерства юстиции, достаточно, чтобы задать людям жесткие вопросы. А многие из них, мы знаем, лгали под присягой, это факт. Клапер лгал конкретно под присягой, должен сидеть в тюрьме. Он говорил, что нет, нет, мы ни за кем не шпионим, никакую дату мы не собираем. Это ложь. Об этом все знают. И тем не менее, Клапер на свободе. Бреннон на свободе. Тоже гал под присягой, после того, как его освободили от должности, ходил по всем телеканалам и говорил о том, что Трамп является агентом Кремля. И ничего, все сходит с рук. Клинтон, которые получили миллиарды долларов в свой фонд, после того, как открывали ей доступ к телу, вернее, там, монархи мусульманские, для того, чтобы встретиться и какие-то свои интересы прокрутить, миллионы долларов засылали в этот фонд Клинтонов. Ничего, продали, уран России, ничего. В общем, никто, ни за что, ни разу не ответил. Единственное обвинение, которое было предъявлено, это Смит Клейн, это адвокату, который просто тупо ответ из ЦРУ, что, да, Картер Пейдж является агентом ЦРУ, на самом деле, из правил, нет, не является, а является, там, скажем, шпионом русским. Вот ему предъявили обвинение. А все остальные, все чистенькие, Джеймс Коми, который передал, слил информацию в Нью-Йорк Таймс, секретную информацию, за которую он должен пойти в тюрьму, но он на свободе, он книгу свою продает. В общем, сторонников Трампа, это все становится бесполезным, поймите, есть вещи, которые перестают играть роль в такой ситуации, просто остается всего три варианта, остается всего, из всех, из всего множества вариантов, остается три. Первый, это то, что законодатели каких-то штатов отнимут у своих, у исполнительной власти. Ефим, давайте, мы вернемся к этому, вы расскажете, Ефим, вы расскажете ваши пути, возможные, возможное развитие событий. Давайте принять звонок, да, пожалуйста. Я вот думаю, в чем сила партии демократов? Ее сила в неправде. Стоит честно признать, что Вторая мировая, это следствие заговора Сталина с демократами о порабочении человечества, и во многом пазл сложится. Станет ясно, почему была спроводирована Япония на нападение на Мэлтолхабо, почему две атомные бомбы были спрошены на неправильных городах, как Сталин раздобыл ядерное оружие, как Кеннеди выиграл Никсона, почему был допущен Карибский кризис, как Руссел прибал к рукам пол-Африки, почему Вьетнам был подарен Союзу, еще и подачи сменились в власть в Сирии, в Ираке, в Иране, почему Гуш напал на Афганистан, который никакой угрозы не представлял, как Обама умудрился выиграть у Маккейна, поняв все это, и откажаясь от мифов и неправды, удастся спать не только США, но и все, потому что история столетней давности теперь повторяется. Спасибо. Вот такое мнение. Ну, знаете, вам же ведь жить не в теории, не в учебниках, а в реальной жизни АТА не может быть обнадеживающей. Вы назвали массу примеров, из них некоторые правдивы, некоторые неправдивы. Афганистан, например, сказать о нем, что он не был никакой угрозой, но ведь оттуда же вылетели все эти джихадисты, которые Всемирный торговый центр разрушили на самолетах оттуда, из Афганистана, там они просто были подготовлены. Ну, короче, дело не в этом сейчас. Я говорю, мы живем в реальной жизни, и в этой реальной жизни, не знаю, Сергей, есть ли еще звонки в студию? Нет, пока нет. Я хочу сказать, что сейчас вам светит только три варианта из всего множества. Первый вариант, это если законодательное собрание отнимут у исполнительной власти, у гувернера и секретарей отнимут полномочия назначать выборщиков. Второй вариант, это какое-то силовое решение, которое может еще предпринять Трамп, и которое я не стану разводить, чтобы вам вообще не закрыли этот эфир. А третий вариант, это социализм, который приходит туда. Он абсолютно не является чем-то недостижимым. Я уже несколько раз повторял, что именно этот вариант предвидел Орвел в своей замечательной антиутопии 1984. Именно это он и предвидел. Три тоталитаризма. Один океания, то есть Соединенные Штаты, второй Евразия, то есть Россия, накрывшая Европу, и третий Ист-Азия, Восточная Азия, это Китай. Вот эти три тоталитаризма ведут войну до скончания веков. Он не написал, что она когда-то кончится. Единственное, что он указал, что никакая демократия с ними не воюет. Они воюют между собой. Эти три тоталитаризма. И вот как бы Соединенным Штатам не реализовать этот печальный сценарий Орвела, написанный еще в 50-м году. Я, кстати, немножко послушал кусочек пресс-конференции, где люди давали показания по поводу нарушений, которые проходили. Какой-то профессор, юрист вел все это дело. И он, в частности, один пример, вот эти дроп-баксы, так называемые, это делали саб-контракторы, которых оплачивал Зукерберг. По условиям они должны были, ну, такие баксы, куда люди опускали бюллетени в конвертах, ну, mail-in, что называется. Значит, когда они эти контракты подписывали, когда они подписывались на эту работу, они обещали, что, во-первых, над каждым таким баксом будет установлена камера, круглосуточное наблюдение, чтобы там ничего не произошло. Во-вторых, доступ к этому баксу должен быть от представителей двух главных партий, то есть, как бы, два ключа должно быть, чтобы открыть, чтобы вместе вынуть и проследить, как эти бюллетени будут доставлены по месту назначения и так далее. И ничего этого нет, ни один пункт из этих соглашений не выполнен. И он задается вопросом, почему? Почему люди нарушают условия контракта? Значит, для этого есть какие-то причины, почему-то это было сделано или не сделано? Ну, в общем, вопросов все больше и больше. Я боюсь, что прокуроры, которым генеральный прокурор дал команду открыть расследование, этими вопросами не интересовались абсолютно. Не задавали их никому. Я вам приведу любопытный пример, когда я комментировал для чешского телевидения события в Америке, то модератор, то есть, ведущая программы всякий раз с напором подчеркивала, что на стороне Трампа нет никаких доказательств. Я сказал, ну, давайте договоримся, что вы называете доказательством. Приведите мне одно единственное доказательство, которое вы бы сочли за доказательство вообще. Понятно, что под присягой написано личное свидетельство очевидцев доказательством не являются. Пока математические модели доказательством не являются. факт, что какие-то серверы где-то за границей это не доказательство. Ну, тогда дайте мне одно единственное определение слова доказательства и я вам его приведу. Нет, она говорит, ну, не знаю вообще доказательств. Вот так и в американской прессе. Вы не прочтете, что называют доказательством. Просто доказательств нет. Что вы не принесете, что вы не приведете, какие фильмы вы им не покажете, они скажут, какие замечательные фотографии, но на каком фотошопе вы их делали, скажите мне. Мы тоже сделаем. Нет доказательств. Постфактический и постправдивый мир. Доказательств нет. Но всякий раз вам скажут. Он бездоказательно на это говорит. Потому что, а какие доказательства, которые вы бы приняли? Сначала давайте договоримся. Какие доказательства вы бы приняли? Нет. Никто вам этого не скажет и сознательно не скажет. Совершенно верно. Если бы ФБР выполняло свою работу, то доказательства получились. Если бы они задавали вопросы, так, как они умеют задавать, так, как они преследовали в свое время сотрудников Трампа, генерала Флина, вот если бы они подобным образом задавали вопросы людям, которые были замешаны в этих фальсификациях, я думаю, что доказательств было бы более чем достаточно. Но поскольку человек говорит, я вот представитель, там, Пол Уотчер, я наблюдатель, но представляю республиканскую партию, меня не пускали, мне нужно, потребовалось пять часов, мне потребовалось решение суда, чтобы меня допустили для наблюдения, что происходит. А потом, когда меня впустили в это здание, мне бесконечно подходили, угрожали, говорили, что то, все, пятое, десятое, иди отсюда. И меня близко не подпускали. Вскрывается конверт, достается бюллетень, или там, скажем, военные прислали бюллетень, а поскольку они не на той бумаге, то по закону работник избирательного участка может с этого бюллетеня перенести на другой бюллетень и заполнить его в соответствии. То есть, если военнослужащий, который прислал свой бюллетень, отметил его, поскольку машина не пропускает другая бумага, я не знаю, ну так, во всяком случае, объяснили, то можно заполнить также точно бюллетень, который машина пропустит. Но при этом должно присутствовать два человека, представитель одной партии и другой партии. Так вот, бюллетень заполняет представитель одной партии, а вторую держит там на сто футов в стороне, которые не видят, что было в этом бюллетене, за кого военнослужащий отдал свой голос. И он говорит, почему это происходит? Для этого же должны быть какие-то причины. Вот вопрос, почему? И никто на этот вопрос не отвечает. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Вы в эфире уже? Вы уже в эфире, мы слушаем вас. У меня вопрос. По поводу захвата серверов во Франкфурте, там было убито пять солдат и один серий парамилитарий. Эти солдаты были с чьей стороны? Вот, меня интересует вопрос. Я тоже читал этот материал. Спасибо большое. Я тоже читал это на каком-то сайте о том, что во время... Я не могу подтвердить или опровергнуть, но там речь шла о том, что военная разведка на базе ЦРУ, чтобы овладеть этими серверами. Была проведена операция, что якобы во время вот этой операции погиб один офицер ЦРУ и пять солдат, которые представляют военную разведку, но я не знаю, я не нашел нигде подтверждения тому, о чем я читал. А что вы называете подтверждением? Это все серверы Америки написали, что такого рода схватка произошла. Но подтверждение. Вот это любопытная штука. Мы ждем подтверждений, от кого мы их ждем. Мы ждем их от тех, Вы тоже это читали, да? Вы знаете, о чем идет речь? Что? Вы знаете, о чем идет речь, да? Ну, разумеется, я же об этом не веду речь. Вас погружают в туманность бесконечную и уже никогда из нее выхода не будет. Вам ничего не сообщают ясно. Поэтому в Америке гуляют слухи. Слух, вы говорите, о сервере, который отбили спецназовцы из сил и специальных отделений морской пехоты, они их отбили у охранки, которая состояла из афганцев, так называемых, в кавычках, то есть военнослужащих, которые прошли через Афганистан. Количество убитых то один, не то один, не то пять. Но на что я хочу обратить ваше внимание. Ни один серьезный канал не приводит не то, что сообщение об этом серьезный канал, он не приводит и опровержение, никакого. Понимаете, никто об этом не говорит. При нормальных условиях зародился слух, что арестовали Обаму. Что сделает канал CNN? Он вызовет Обаму, покажет и скажет, вот так они действуют, они лгут вам в лицо. Ни один канал этого не сделал, ни один канал не пригласил его, ни один канал не пригласил военнослужащих, которые бы рассказали, ничего подобного не произошло. Наоборот, мы там все полюбовно напились в трактире. Ничего, просто ничего не говорят. Вот принцип этой туманности, которую вас погружают. Абсолютно. Такая молчаливая завеса по поводу всех этих событий и в то же время каждый заголовок кричит о том, что Трамп предъявляет необоснованные обвинения и все это слухи, все это мисинформация. Все, вот на этом вся работа пресса заканчивается. Всех, начиная от СНН заканчивается. Конечно, не случайно. Это все, как говорится, поросли травы, это все задело на будущее. Вот так будет выглядеть в четыре года президентства, если это произойдет. Я говорю... Одна сторона будет просто лишена доступа к информации серьезной или к вам, слушателям. Вот я говорил о том, что иногда народ удивляется, как это в 30-е годы, в конце 30-х нация культурная, продвинутая нация превратилась в человека ненавистников и убийц. Вот так. Вот именно так. Разумеется. Именно так. Именно так. Это все первые шаги. Они будут постепенно. Вам даже, может быть, покажется, что ничего не происходит особого. Только просто исчезнут альтернативные какие-то источники информации. Особого ничего не произойдет. Может быть, арест, они ограничатся только семьей Трампа. А остальные испугаются. Легко ведь это все сделать. Это отработано веками. Зарождение и становление тоталитарной системы отработано в 20-м веке. Много раз. На разных примерах. Сейчас мы это наблюдаем в Америке. Что самое печальное. То есть, ошибочно предполагать, что никто не извлекает уроков из истории. Нет, извлекают только не те, кто надо и не такие уроки. То есть, правильно? То есть, они знают, каким образом выстроить тоталитарную, авторитарную систему, потому что история предыдущая им об этом рассказывает. Как все это выстраивается, как все это делается. И, скажем, доклад Картера Бейкера 2006 года, вы помните, была создана комиссия после 2000 года, после этих спорных выборов, после судебных тяж, была создана президентская комиссия по выборам. И, кстати, вышел доклад в 2006, если я не ошибаюсь, году. Сопредседателями были, как я уже сказал, бывший Джимми Картер, бывший президент, и Джеймс Бейкер. Так вот, в этом докладе были отмечены все пункты, в том числе mail-in, в том числе, что необходимо ввести ID и так далее. То есть, на самом деле, все слабые места, избавившись от которых, можно было обеспечить безопасные выборы, все были отмечены в этом докладе. Этот доклад вышел в 2006 году. Мало того, что никто, ничего абсолютно, ну, там, республиканцы настаивали на том, чтобы ввести ID для голосования, чтобы люди могли подтвердить свое, так сказать, свое гражданство и так далее. Мало того, последние выборы 2020 года прошли именно с учетом, вот, как по написанному, вот, все, все пункты, которые, так сказать, были отмечены в докладе, которые представляли опасность, все, все эти приемы, все эти недостатки были использованы в последних выборах. И задаешься вопросом, то ли этот доклад был написан для того, чтобы искоренить недостатки выборов, то ли это был такой роудмэп, чтобы следовать вот этим недостаткам и тогда добиться своих целей. Вот, к сожалению, ситуация такая. Может, успеем принять еще звонок? Добрый день. Давайте, давайте. Слушаем вас. Вы только что говорили о том, что может быть арестована семья Трампа в специфических обстоятельствах, естественно. А у меня вопрос, что может послужить типпинг-поинт или же последней каплей в терпении консерваторов перед тем, как они найдут гражданскую войну? Понимаете, я, разумеется, отвечу на вопрос. Вы понимаете, мы имеем дело с двумя прямо противоположными менталитетами. Консервативные силы Америки стараются действовать по демократическим правилам. Вот в чем отличие их. Они имеют перед собой их противник никогда не руководствуются никакими демократическими правилами. Он руководствуется правилами рациональности, как он ее понимает. То есть для правды годится все. Как сказал в свое время Владимир Ильич Ленин, морально все, что идет на пользу делу рабочего класса. Морально все. Это может быть ложь, клевета, убийство, но она рационализируется и идет якобы на пользу. Я сейчас не говорю о том, что разумеется, она не идет ему на пользу, но в их представлении. Сейчас такую роль играет прогресс в кавычках. Ради прогресса, как они понимают, можно все, как я сформулировал, никакая ложь не является слишком чудовищной, если она работает на дело правды. Вот так. Поэтому последние капли у консерваторов не может быть ничего, я думаю, они не станут нарушать правила демократической игры. Поэтому они в конечном счете всегда расплачивались за вот эту свою приверженность правилам демократической игры. Другая сторона знает только правила прогресса, а прогресс требует лжи, ненависти и так далее. Они это кратко сформулировали, цель оправдывает средства. У них есть цель. Римляне сформулировали, сформулировали, и конечно, они взяли это на вооружение. Цель оправдывает средства. Ефим, к сожалению, времени больше не осталось. Спасибо огромное. До встречи в следующий раз. Всего доброго.